Приветствую вас. Я думаю аноним, что не открою вам особой тайны и секреты, если скажу, что дело здесь не в том, что вы вообще пытаетесь найти причину, почему у вас происходят нервные движения, то есть мама, отсутствие личной жизни, токсичная обстановка и так далее. Это все вторично на самом деле. Первичным является тот факт, что вы находитесь в некомфортном для себя состоянии, вы находитесь в нем длительное время. Судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что я могу видеть, судя по тому, что я могу судить, скажем так, из своей практики, опыта. Я думаю, что где-то в глубине души бы от своей мамы, от своей мамы вы уходить не хотите. Ну, то есть нет, чисто внешне, конечно, хотите, но вот, чисто внешне, конечно, вы говорите, что мама токсичный человек, вампир и всякое такое, но на самом деле уходить вам от нее страшно, иначе вы давно уже ушли бы. Ну, особенно если воспринимать это как вопрос жизни и смерти. Ну, вопрос это как жизни и смерти вами, судя по всему, не воспринимается, ну, потому что вот, ну, не вопрос это жизни и смерти, судя по тому, что вы говорите. А вот, что, соответственно, от мамы уходить, уходить вам не хочется. Ну, вы боитесь? Вот. Она плохая, да, она, она вампир, она, он токсичный человек, вот, не дает вам житья, она решает личные границы, вот, отравляет ваше существование. Нет, это все правда, это все правда, но без нее еще хуже, еще хуже. А, и вот, то, что вам нужно понять, то, что вам желательно бы увидеть, это то, чего вы не осознаете, а не осознаете вы того, что вы со своей мамой не из-за жилья, не из-за каких-то обстоятельств, а из-за вашего выбора, глубине души, вы выбираете с ней быть. Происходит это практически незаметно, но происходит. И даже здесь, в этом контексте, нам не так важно, что вы выбираете жить с мамой. Ну, потому что, потому что, с равной долей вероятности, вы могли выбрать жить с кем-то еще, с равной долей вероятности, вы могли выбрать жить одна, или, там, с мужчиной, с мужчиной и так далее, да? Это не так важно. Важно то, что вы выбираете, и важно то, насколько вы свободно выбираете, важно то, как вы выбираете. Ну, вот, к примеру, к примеру. Вот вы пишите, у меня нет личной жизни, я забыл, я забыл, что это такое, я живу с мамой. Если не догадываться вообще, вот если не гадаться, то нет прямой связи с тем, что вы живете с мамой, тем, что у вас нет личной жизни. А именно прямой связи очевидной. Очевидной связи нет. Неочевидная связь, конечно, есть. Неочевидная связь здесь заключается, на мой взгляд, в том, что вы, будучи привязанной к маме, тратите много энергии на взаимодействие с ней, в том числе, и с её образами, то есть не с реальным человеком. И вот мне отдаётся энергии не для чего больше. Мама не хочет, не хочет, не хочет с вас отпускать. Но оно и понятно, ей это не выгодно, не выгодно. Ей, чтобы её ребёнок, судя по всему, единственный ребёнок, вот, уходил. А вы обвиняете твою маму, говорите ей, что вот она там такая-такая-такая, вот. При этом в глубине души у вас есть некое желание её, в принципе, поменять, надеяться, что она изменится и вас отпустит. Но то, что этого не произойдёт, вы тоже знаете в глубине души, но вот живете в такой иллюзии, что мама может измениться, если я там ей в 1135 раз попробую что-то доказать. Но в итоге всё остаётся бобреть. К счастью или к сожалению, я не знаю. Ну вот. И вы ищите причину. Вы найдёте вы причину. Дальше, продолжает примерное сервис. Что вы немножко успокоитесь, немножко. Причину нашли, немножко успокоили. Может быть, немножко поменяете свои, поменяете какие-то элементы поведения. Но глобально ваша жизнь не изменится. Чтобы она изменились, постараться ответить на вопрос о том, насколько осознанно и осознанно ли я выбираю те или иные вещи. Вот вы пишите, что раньше я жила в другом городе, теперь три года живу с мамой. Случайность лет? Ну, на первый взгляд кажется, что да. На первый взгляд кажется, что случайно. Ну, мы, будучи психологами, случайно, я не признаю, по крайней мере, по крайней мере, я. Я вот не признаю случайно. Ну, ну вот, в принципе, это, то есть, для меня, как для психолога и психотерапевта, случайно это не бывало. А верите ли вы, случайно это? Вот. Это удобно, это удобно. Ну, удобно. Какие-то вещи вписывают на случайный повод. Но это не улучшает вашу жизнь. Понимаете? Такой вот момент. Поэтому, направить свой внутренний взгляд на себя и лучше себя узнать, преследовать, учиться выражать, в том числе и с мамой, и наполнять свою жизнь. Интересом, чтобы вам не было мотивов быть с мамой. Ну, со страхами проработать, вполне, само собой разумеется. Вот. Но тут, 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 тут уже становится больше. Об вас. Конечно. Вот. Повторю, не пытайтесь искать проблему, искать проблему, это не решит ваши задачи. Вот. При этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша обратная связь послужит началом для изменений. Удачи! 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 Удачи!